Добрый день на телеканале Некады во время новостей. С вами Антон Липовский. Сначала коротко о самых заметных событиях к этому часу. Новые технологии – это количество и качество. С нашествием роботов в Баяновичах рассчитывают на новые заработки. Четыре часа писали, теперь снова ждать. Теперь результатов. Впускники закончили сочинять и поделились первыми впечатлениями. Православие в картинках. Калужская художница нашла себя в детской духовной литературе. А теперь об этих и других событиях более подробно. Сегодня в России впервые отмечается День памяти неизвестного солдата. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало 3 декабря 1966 года, когда в 25-ю годовщину битвы под Москвой прах неизвестного солдата, одного из защитников столицы, перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронили в Александровском саду. Надпись на плите «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – плод совместного творчества четырех самых популярных в то время писателей. Михаила Луконина, Константина Симонова, Сергея Михалкова и Сергея Смирнова. Через полгода, накануне Дня Победы, здесь зажгли вечный огонь. Пламя в Москву доставили спецрейсом с Ленинградского марсового поля. Теперь здесь с 8 утра до 8 вечера постоянно вахту несет почетный караул. 83 шага туда и 83 обратно. На ритуал в исполнении военнослужащих президентского полка каждый час приходят посмотреть десятки людей. В Калуге вахту у могилы неизвестного солдата несут школьники. В мае 2015-го Калужский пост номер один отметит 40-летие. Хотя во многих городах эта почетная вахта прервалась. Добавлю, что в Калужской могиле неизвестного солдата захоронены останки подольских курсантов, павших на Ильинских рубежах. Также сегодня, 3 декабря, отмечается День инвалидов. Эта памятная дата появилась в календаре 12 лет назад. Генеральная ассамблея ООН учредила ее, чтобы лишний раз привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями. В Калужской области сейчас проживают более 80 тысяч инвалидов, около 3 тысяч из них – дети. Сегодня в Молодежном центре прошло праздничное мероприятие с участием творческих коллективов. На территории нашего региона действует множество программ помощи инвалидам. Например, «Доступная среда». Благодаря ей многие общественные места оборудовали пандусами. Но этого, по заверению людей с ограниченными возможностями, не всегда хватает. Ну, самая главная проблема – это доступная среда. Нет нигде недоступной среды. Даже вот если делают, то не по правилам это травмоопасно бывает. Также выход из дома. Большинство инвалидов, например, как я, не могут выйти из дома. Ну, какие сейчас проблемы? Проблемы здоровья. Вот, видите, с палочкой стою. Вот оно и есть. Так что, а какие? Они ежедневно проблемы у нас. Лекарства нам не дают те, которые надо, которые нам подположены. А почему не дают? Из-за чего? Говорят, нету или в списке нету, или в аптеке нету. Одно из двух. Не доставляют. Говорят, что область не объяснили. Не знаю, кто виноват, или район виноват, или область виноват. Это мы не знаем. Мы люди больные. Нам написали, мы идем. Все доступно сейчас. То есть проблем вообще нет? Проблем нет. Только надо желание иметь. Больше ничего. Более чем на тысячу рублей увеличится с 1 января ежегодная денежная компенсация инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Проект постановления правительства подготовило Министерство труда. Согласно изменениям, размер компенсации увеличится более чем на тысячу рублей. По расчетам Минтруда, количество получателей такой компенсации в следующем году составит всего 450 человек. И все же потребность инвалидов гораздо выше, чем возможности центров подготовки собак. Ждать своего поводыря иногда приходится целый год, особенно если речь идет об овчарке. Однако, если четвероногий помощник появился, научится контактировать с ним, научит в спецшколе. Тоже абсолютно бесплатно. Увеличится в следующем году и минимальный размер оплаты труда. И будет равен почти 6 тысячам. Согласно подписанному президентом Путиным закону, эта сумма с января 2015 вырастет на 411 рублей. Эти изменения, по мнению экономистов, большого значения не имеют. Ведь на сегодняшний момент МРОД вообще величина относительная. На самом деле в России величина минимального размера оплаты труда имеет довольно условный смысл. В принципе, это должна быть пороговая величина, ниже которой заработная плата не должна устанавливаться. Но тот размер заработной платы, который определен нормативом МРОД, ну реально практически его никто не получает. За редчайшими, наверное, исключениями. Потому что эта величина не соответствует прожиточному минимуму. Пересмотр МРОД, он имеет реальный смысл только в том случае, если ее превратить в реальный норматив, который определяет реальную минимальную зарплату. Как уточняет Минэкономразвитие, реальная величина МРОД в этом году должна была бы составлять 8794 рубля. Таким образом, новая цифра, предусмотренная законодательством, не дотягивает и до 70% от прожиточного минимума. Но согласно планам правительства, эти два показателя сравняются в 2018 году. Старые традиции и современное оборудование объединились ради одной цели – получить качественное молоко. В селе Баяновичи Хвостовического района открылась роботизированная ферма. Молоко здесь теперь отличается особой чистотой и качеством, ведь получено оно не традиционными методами доения, а роботом, утверждают фермеры. Однако в селе есть и те, кто не доверяет своих животных машинам и считает, что лучшее молоко доится только руками. Мнение всех выслушала моя коллега Татьяна Зимушина. Ну что, товарищи, всем добрый день! Не замерзли еще? Жарко! Жарко? Конечно, молчат. Ну что, давайте начинать время. Свободного времени, которого так не хватает сельскохозяйственникам, теперь стало больше. Благодаря машинам, которые знают все о производстве молока. Получение полезного напитка начинается со знакомства машин и обитателей фермы. В совсем не романтичной обстановке доильного зала робот старается быть корове внимательным и аккуратным. Сейчас, как можно сказать, что он ее изучает. Несколько дней нужно, чтобы коровы привыкли к новым ощущениям, а робот собрал необходимую базу данных. Только после этого дойка станет происходить автоматически. Сначала молоко поступает в дайне стакана из вымени. Дальше анализируется по качеству. Дальше по шлангам поступает в колбу. В колбе молоко взвешивается. И дальше тут находится распределитель краны, который распределяет либо в эти четыре бачка. В бачки попадает некачественное молоко на корм телятам или на утилизацию, если корова заболела. Самое лучшее отправляется дальше и попадает в этот танк. С военным собратом у него есть общая задача – бережно хранить то, что внутри. Здесь молоко охлаждается до 3,5 градусов. Такая температура позволяет сохранить полезные свойства, не дает молоку прокиснуть. Это, как говорят технологи, помесь холодильника и стиральной машины. Цистерна сама себя моет. Внутри есть специальная система очистки, не требующая вмешательства человека. Хозяйство в селе Баяновичи существует уже давно. Оно всегда было рентабельно, но сейчас без новых технологий на выгоду сложно рассчитывать, говорит Василий Рябов, который проработал здесь руководителем 18 лет. В новую ферму он вложил 35 миллионов. Эти деньги обязательно вернутся с прибылью, уверен он. Мы свой потенциал, как кормовая база, скот потихоньку обновили, то есть с изменением генофонда. То есть вот вышли на уровень, который уже я, не ведя чего-то нового, мне сложно добиться каких-то дополнительных успехов и результатов. Эта ферма мне позволит дополнительно получать деньги. За счет этого я могу увеличить и заработную плату, могу что-то позволить себе, еще что-то купить. Чистое молоко, полученное роботами, на рынке ценится дороже. Его принимают по 27 рублей за литр против 20. Держать буронок действительно выгодно, соглашается Акулина Косоротикова. Она живет недалеко от новой фермы и заботится о единственной корове Зорьке, которая за 10 лет уже стала настоящим членом семьи. Сейчас Зорька ждет теленка, поэтому особенно нуждается в ласке. И хорошо с коровкой, и творожок, и сметанка, и молочко, и внуки приезжают. У нас уже 4 правнука. У Акулина Косоротиковой шестеро детей, которые ее постоянно навещают и всегда возвращаются домой с гостинцем. Яйца, молоко, все, что есть, все метут в сумке. Дети теперь не пьют из пакетов молока и вообще никакого. Но дома приезжают, когда попьют, парно, прямо даю, даю этим правнукам своим, пьют по стаканчику. В хозяйстве несколько молодых поросят, все в айске, еще почти 40 безымянных кур и гусей, любящих гулять за забором и ходить в гости к соседским гусям. Всей этой живности нужно много внимания, говорит Акулина Косоротикова. Внимание человека, но не робота. Поэтому своих животных, говорит она, никогда машинам не доверит. Лучше как сам подаешь, своими руками. Ты ее вымоешь, коровку, процедишь сам молочко свое. Татьяна Зимушина, Никита Богадов, Евгений Чурилин, телекомпания НИКТВ, Хвостовический район. Мороженые куры оказались на 87-м километре трассы М3 Украина. В Боровском районе фура, ехавшая в сторону Москвы, врезалась в стоявшую на обочине газель. Удар был такой силы, что кузов последний развалился, и груз мороженой куры высыпался на проезжую часть. Есть пострадавшие. На регулируемом перекрестке в направлении города Калуги на запрещающий сигнал светофора остановилась автомашина «Газ» и заглохла. Стоящий в этом же крайнем левом ряду большегрузный автомобиль «Вольво» на разрешающий сигнал светофора решил объехать находящиеся впереди автомобили и начал поворачивать на соседнюю полосу движения. Выезжая со своей полосы, мужчина посмотрел в зеркало заднего вида. И в это время, не увидев впереди водителя автомашины «Газель», который вышел устранить неисправность своего автомобиля, допустил наезд на стоящую автомашину «Газ» и ее водителя. В результате ДТП пострадал один человек, водитель автомашины «Газ». По данному факту ведется административное расследование. Выпускники сегодня писали экзаменационное сочинение. С этого года оно вновь стало обязательным для всех и является одним из условий допуска к единому государственному экзамену. Кроме этого, доступ к скану этого сочинения будут иметь учебные заведения, и оно может повлиять на поступление школьника в ВУЗ. Темы были подобраны больше философски. Кто говорит, что на войне не страшно, ничего не знает о войне. Природа и внутренний мир человека. Какие события и впечатления помогают человеку взрослеть. Что важнее, любить или быть любимым. Ну вот еще одна тема связана с двухсотлетием, со дня рождения Михаила Лермонтова. Чем может быть интересно творчество Лермонтова современному читателю. Обязательное условие сочинения должно опираться на произведение русской или мировой литературы. Школьники имеют возможность выбрать тему, имеют возможность сами выбрать то произведение из литературы, по которому они будут освещать данную тему. Ну и, конечно, самое главное, чтобы они написали свой живой отклик на данную проблему. На написание сочинения давалось 235 минут. Проверять их будет школьная комиссия. Оценок не будет, результатом станет зачет или не зачет. Результаты обещают объявить уже в эту пятницу. Ну а первыми впечатлениями авторы работ поделились с нашей съемочной группой. Вообще, ну, конечно, очень было сложновательно, потому что все-таки это в первый раз, и для нас, как бы, это, мягко говоря, непривычно. Но мы готовились усердно, сильно, и я думаю, что все у нас должно было получиться. Сейчас спокойно, наконец-то написал. До ЕГЭ можно отдыхать. На футбол сейчас пойду. Напряженно сидеть, когда на тебя смотрят три человека, и еще сзади сидит твоя учительница по профильному русскому. Немного напряженно, да. Если честно, то не очень. Ну, вообще, я ожидала худшего, но... А в чем сложности вы были? Ну, не знаю, обстановка сама такая. Какая? Расскажите мне. Ну, напряженная. Ну, как бы, четыре учителя сидят. Вот. Ну, в туалет выходишь, да, с тобой тоже идут. Правильно подобрать произведения к данной теме, потому что можно было сбиться на какую-то другую проблему и подобрать совсем другие произведения, не относящиеся к данной теме. Детская литература – это всегда знакачество. Ведь книга для малыша – это и текст, и иллюстрации, результат труда профессионалов и ответственность перед маленьким читателем. А если это книга, которая рассказывает о вере и святых? С человеком, который пытается рассказывать кистями и красками детям о вере, познакомилась Наталья Вепринцева. Вот уже пять лет Людмила Евдокимова-Рощина иллюстрирует детскую православную литературу. Новая грань в ее жизни художника и преподавателя лаковой миниатюры возникла как-то сама собой. Учеба в престижном московском вузе, затем семья, рождение дочери, любимая работа, студенты в Калужском колледже искусства, литературный театр. Вся эта наполненная чаша вдруг перелилась через край. И на донышке осталось то, что помогло найти смысл в жизни. Зрела немножко сначала лояльность, потом ощущение, что Бог есть. И, скорее всего, вот этот особенный толчок дает человеку, когда происходит что-то, приходит беда, скажем так. С потерей близкого человека. И когда начинаешь уже убеждаться, что кому ищешь помощи, где, это, наверное, в крови заложено, что, естественно, Боже, помоги. В трудную минуту поддержали и друзья. Московский режиссер Станислав Подивилов, известный анимационными работами на православную тематику, взял в свою команду. Так получилась путевка в профессиональную жизнь. Появились заказы, издательства. Первыми героями Людмилы Владимировны стали русские мученики, отец и сын Федор Иоанн. Они пострадали в Киеве за веру во времена крещения Руси. Сейчас сон героев вырос в целый собор. Идет завершающий этап над календарем 12 месяцев для издательства святителя Игнатия Брянчанинова. Почти за полгода всего 12 иллюстраций и море информации, из которых надо выбрать самое главное для маленьких читателей. Изучаешь святого, а материал по нему только иконописный. Конечно, воссоздать свой портрет для меня страшновато. Я не обладаю такой вот смелостью, чтобы как бы изобразить его более, ну, очеловечить, что ли, лицо. А если этот святой встречается, ну, если более поздние, то фотографии какие-то, то я как бы могу переложить по вдохновению. Преподобный Иринар Хростовский, новомученица Татьяна Гримблин, мученица Евгения, все они когда-то существовали в этом мире. Сейчас оживают под чутким карандашом Людмилы. Стучатся на бумагу герои современности. Пушистый любознательный кот Тоша помогает, как может, своей хозяйке. Резиночки очень стиральные любят воровать со стола. Тошу не повезло, он там еще не отобразился в образах никак где-нибудь? Впрямую он отображается, только немножко окрас дает. Потому что он как-то, мне кажется, на картинках не очень интересен. Ну, какой-то беленький, беленький. А вот эти глубокие цвета храмовых интерьеров художница черпает из своих личных впечатлений. Детское сердце не терпит фальши. Храм – честь апостолов Петра и Павла, что на Пятницком кладбище, стал местом для вдохновения. И иногда идешь и думаешь, как домой идешь. Вот сердце идет, ноги идут, и в душе приходишь, свечи горят, и ощущение, что ты дома. А приходишь, одежда пахнет. И вот это долго потом даже воспоминания нюхаешь и думаешь, как хорошо, как это тепло. Работа художника-оформителя на первый взгляд вторична в книге, так же, как и труд иконописца. Ведь в храме первично слово. Создавая мир, атмосферу, гармонию, уют, невозможно быть двуликим и злым. Вектор работы любого творца только на созидание. А еще право на огромное в три обхват сердца, как у Людмилы Евдокимовой-Рощиной, иллюстратора детских книг. Наталья Вепринцева, Вячеслав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ. И на такой ноте мы завершаем этот выпуск новостей. Вам же хочется пожелать добра, ну и, конечно, оставайтесь всегда в центре событий. Следующий информационный выпуск выйдет в эфир в 19 часов 30 минут. С последними новостями региона вас познакомит моя коллега Екатерина Косилева. Всего доброго.